Доброе утро. Мы находимся у меня за спиной хостел безымянный, в котором мы ночевали, вместо того чтобы ночевать находятся. Но нет худа без добра. Оказывается, что мы находимся на территории современного уже проданного завода Запорож Млын. Но сейчас за моей спиной, в аккурат куда выходят окна номера, где мы ночевали, это историческое место. Вот это огромное здание в стиле Югенстайл. Эта мельница была построена в 1895 году немецким предпринимателем Германом Нимбуром. Это весь район нынешнего Запорожья. В то время это был предместье города Александровс с Александровской крепостью. Этот район и до сих пор называют его Шенвиз, что, по-видимому, происходит от немецкого Шенвиза. Если перевести на русский, это красивая луга. Меня всегда восхищала подход немцев к строительству чисто урбанистических зданий. То есть, казалось бы, мельница, которая задача молоть муку, кстати сказать, что она была осващена по тем временам очень прогрессивно. У него были оборудование и мельницы, парогенераторы, электрические машины для освещения, для мукомольного производства были куплены Германом Нимбуром. И, собственно, в Германии, в Дрездене, а также здесь, в колонии Шенвизе, тоже были машиностроительные заводы, которые производили это оборудование. И было поставлено на эту мельницу. Надо сказать, что он поставлял свою продукцию, экспортировал, экспортировал четыре разных сорта муки в Грецию, Турцию и Египет. Специально для того, чтобы продавать, экспортировать, в Беридянске был построен порт. Именно для того, чтобы реализовывать мощности этого завода. И еще у него другие были мельничные заводы, здесь же, в районе Шенвизе. Ну, в общем, таким образом мне судьба преподнесла, можно сказать, подарок в день моего дня рождения. Я очень люблю немецкую промышленность. Вот. И так, нежданно-негаданно, увидел немецкую мельницу 150-летней давности. Вот мы покидаем остров, крупнейшую мельницу Европы 150 лет назад. И направляемся на юг. Жара неимоверная. Термометр, он показывает сейчас 34 градуса. Это он еще чуть на солнце, правда, нагрелся. Сегодня нам проехать всего лишь 200 километров. Надеемся, что дорога будет не самая плохая. В общем, тут тоже ремонт дороги. Вот, вы видели. Самое интересное, что едешь достаточно быстро. Никаких знаков, типа, вот так вот, ремонт, 70. Ничего не было. Дорога резко обрывается, нормальное покрытие. Причем начинается сразу с ям. Если бы летели бы ночью, 100 пудово влетели бы в яму, уже лежал бы где-то в кювете. И у нас, надо сказать, что такое встречается достаточно часто. Вчера нам дальнобойщик рассказывал подобную, таксист рассказывал подобную историю. На Решетиловке говорит, то же самое. Еду, хороший автобан, хорошо. И вдруг резко обрывается дорога. Была задача резко затормозить, иначе просто влетишь. Без знаков, без ничего. Новая дорога. Там, Мариуполь. Красивая, гладкая. Немцы в таких случаях говорят, а как вы тут ездите? Здесь, наверное, 4, если не больше полос. 2, а может быть и 3 в одну сторону. Никакой разметки. Немцы такую дорогу, или никогда не сдают в эксплуатацию такую дорогу? А у нас по 3-й езде отлично. Что еще нужно? Мы покидаем Мелитуполь. Он нас провожает дождем. Дождь вместе с солнцем. Вот такое оно сейчас. Чуть-чуть жара спало. Парит очень сильно. Вот это вот поездочка, да? Народ едет тупо по встречке. Охренеть. Охренеть просто. Точно. Мы едем как скорая помощь. Все расходятся налево-направо. Ну, что-то будет видно, наверное, в запотевшей камере. Сейчас мы находимся в Кирилловке. Смотрим аквапарк. Судя по тому, что там люди... Опа! Опа! Ё-мо-ё! Ё-мо-ё! Надо на дорогу смотреть, конечно. Чтоб полицейские тут сколько. Вот. Люди есть, значит, аквапарк работает. Карантин никого не распространяется. Вот это с правой стороны у нас Лиман. Кемпинг-палаточный городок. Фаворит. Так вот выглядит территория Фаворита. Такая вот голая, выжженная пустыня. По-видимому, здесь вчера-позавчера было это все заставлено машинами, кемперами, палатками. Вот, поскольку были длинные выжженные. Давайте посмотрим, что еще. Ага, значит, по стоимости. 50 гривен человека. Это 100 гривен. И он за оба мото еще попросил 50. Итого, одна ночь нам обходится 150 гривен. Что касается удобств. Что ходит в эту стоимость. Мангалы. Так, при этом понятно, что дрова свои. Мангальчики. Ну, теплое еще. Кто-то что-то жарил. Не знаю, захочет ли жарить в такую жару нам. Панарик. Лампочка есть. Туалет. Давайте посмотрим, что он собой представляет. Мусорник. Хорошо. Мусор есть. Туалет. Ну, первое, что бросается. Запад хлорки. Стоит белизна. Так, здесь у нас кабинки. Так. Никого в кабинках нет. Давай, послушайте. Запах хлорочки, конечно. Ну, как бы, что вы хотите. Покрашено. Да. Вентиляция есть. Мухи вроде не сильно кусаются. А это у нас душ. Сейчас посмотрим, что там у нас с водой. Так, неадекватно. Так, давай глянем. Ага, нормально. Давайте посмотрим, где же у нас, собственно говоря, море. Вот, после душика идем глянем, что у нас тут есть. Еще, значит, море уже Азовское. Вот классные деревянные домики. Но зачем трубайкеру домик? Если у трубайкера домик всегда с собой. Так, тут маркизет Мадепалам. Вот такие штуки. Наверное, тут приезжает с будкой, с табуретками, со столами. А вот палатка у ребят. Знаешь, там машинка даже, наверное, под палаткой спрятана. Машинки на солнце. Ну, машинки накрывают. Вот, ребята, тоже тут распределись. Это, наверное, что просто ближе быть к морю. У нас, видите, чуть-чуть просили вон дальше от моря. Правильно. А вот это вот тут палатки. Зато тут сам себе, смотри, в Оливковой роща встал. Поставили на колышки, чтобы на них случайно не наступить. Баночки с пивом. Очень хорошо. Случайно не наколешься. Так, ну, тут мафия своя. Понятно. Добрый день. А подскажите, как тут с палаткой-то? Отдельный организатор. Мне сказали, где-то там организаторы. Вначале мы уже там... Да, да, да. Это Григорьевич, но забор у него закончил. Это уже за забором. Это тоже его. Вот он запрогрел. Посмотрим, что собой представляет море. Главное, камеру не потерять. А-а-а-а! О! Вот у нас фаворит. И через дорогу у нас лиман. Сегодня ветер. Посмотрите, сколько этих красавцев. Пошли. Вот такой вот сейчас закат на лимане. Это с противоположной стороны у меня сейчас находится Азовское море. Это кораблик, ласточка. Вот, интересен тем, что у него там колесо, привод. Ретро корабль, ласточка. Увлекательные путешествия по Утлюкскому лиману. Вот, собственно говоря, Утлюкский лиман. Вот такие птички тут продаются. Сейчас ветер как раз для птичек. Еще на лобнах покататься хорошо. Утлюкский лиман.